Сейчас мы находимся на пляже в Новом Свете. Тут замечательный мелкий песочек. Волна такая, дети купаются. Наконец-то до песка добрались. От галечных пляжей они устали. Новый свет, конечно, пляж гораздо меньше, чем в Судаке. Он находится вот в такой бухте замечательной. Очень много людей. Здесь полупустые шезлонги, потому что это пляж пансионата. Туда дальше, там людей очень много. Туда пойдем мы дальше гулять, на тропу Голицына. Среди деревьев она. Вид здесь, конечно, просто супер. Субтитры создавал DimaTorzok Чистим ноги от песка. Там у нас Судак. Тут у нас новый свет за камнем. И где мы? А мы на Голицынской тропе. Тропа Голицына. Ее протяженность 2600 метров. Она полна растительности. Скал. Рядом море. За счет этого легкий воздух и приятные прогулки. Пройдем, посмотрим. Вырубана тропа на склоне горы Кобакайя. Такие мне тропы нравятся. Берегите родную природу. Да, ребята? Тут камни. Судак и новый свет это песчаные пляжи. Даже в такую вот штормовую погоду приятно попрыгать по волнам. Довольно-таки плавный заход в море. Проход на балкончик аккуратненько, не торопясь. Балкончик это, да? Да, такой балкончик себе. По ступенечкам куда-то вверх тропа нас уводит. Внизу вот такой хаос из камней. Тут уже ветер. Проложена эта тропа в 1912 году к приезду царя Николая II по приказу Голицына. Данечка, иди вперед. Данечка, иди вперед. Байдарки понеслись как... Вот на такой скале и то растет дерево. Сосенка. Сосенка. День, я понял, что не знаю. У тебя там внутри 36 гигабайтов. Ну что, я здесь спряталась? Вот так, пошли дальше. Вот так вот вышли. На такой очередной балкончик. Поворачивает скала и поворачиваем по тропе Голицына дальше. Что там у нас за поворотом? Дети, аккуратно за мной. А вот она, смотрите. Мы уже дошли. Мы дошли до грота Голицына. Вот такой вот грот. Здесь концерты проходят другой раз. Живой музыки. В этом колодце собирается родниковая вода. А у этих нишах хранилось шампанское. До того, как Голицын здесь хранил свое шампанское, здесь находился монастырь. В древние времена. Вообще, этот грот, говорят, что естественного происхождения. Второе название у этого грота грот Шаляпина. После прогулки по обустроенной тропе Николай Второй попробовал шампанского. После чего и заявил, что увидел жизнь в новом свете. Откуда и пошло название этого местечка. Пойдем, сходим. Мама, я в воде была. Да? Так залазь еще. Где мальчишки? Бери, зови с собой. Ты посадишь. А где они вообще? Они же только тут были. Где они опять? Залазь, там место есть. А ты можешь стоять, ждай. Ты уша. Красиво. Ты ее все поделаешь. Залезть. Края, я просто горошка. Я не знаю, что такое, что было. Опять мальчишек потеряла. Куда они делись? Лена, что ты? Вроде уже все, поднялись. Опять куда-то смылись. Вау, Лена! Сейчас, подожди. Вот такой тут лаз. И туда есть какая-то пещера. Ее закрыли. Там к окошку какой-то лаз. Там, конечно, нет слепени. Там какие-то пещерные своды. Наверх я не полезу. Пойдемте дальше. Прошли примерно полпути. Может, чуть больше, да? Остается. Вот она пошла-пошла-пошла тропа. И заходит на вот эту вот рыбу какую-то. Как на ерша, похоже. На дельфина. Идет дельфин, да? Ну пусть дельфин будет. Сон говорит, да, Суданя? Дельфин. Ну вот, как бы, если начиналась эта тропа с тенечков, снаружи деревьев таких, дальше этого всего нет. Дальше идет только тропа. А тенечек и деревья только идут до винного погреба Голицына. Ну, пошли назад. Думаем, да. Что? Назад. Назад? Да, группа назад. Где мы хотели? Ага, к гроту Голицына, да? А значит, сейчас? Да. У нас вся бухта, как на ладони тут. Очень похоже на то, что тропа ушла именно отсюда, потому что, я так предполагаю, Голицын любил вино, доходил до этого крота и возвращался потом назад. Ну, это, конечно, только мое предположение. На самом деле, может, это было все и не так. Посмотрите, насколько там тропа упал сильно. Несколько с этой стороны она идет голая, как я уже показывала. Голицын любил вино. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!